МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ПОДИИ на телеканале ЛОД. В студии Светлана Попова. Сегодня в выпуске. Ко дню Конституции в Северодонецке возложили цветы к памятникам известных украинских деятелей. Областную акцию «Цветущая Луганщина» начали с Северодонецкого озера Чистое. В Северодонецке началась областная акция «Цветущая Луганщина», которая направлена на озеленение и благоустройство области. Сегодня более 200 северодончан убирали территорию, прилегающую к озеру Чистое. Я считаю, что даже если это волонтерская акция, я считаю, что все равно нужно быть системным подходом. Почему? Потому что я прошел вокруг озера. В основном куда прожают люди? Прожают и сюда. Приехали, под ногами посмотрели, все быстренько убрали. А вот там, в лесу, со стороны того пляжа, в Сосняке очень много мусора, там никого нет. Если бы сами не мусорили, и нам бы меньше работы было. Мы бы тоже среди отдыхающих были, а не среди собирающих мусор. В акции присоединились люди, которые просто загорали и купались в озере. Акция продолжается. Завтра она также будет проходить по всей территории Луганской области. Непосредственно в Северодонецке областная администрация приняла решение высадить цветочную клумбу. На Луганщине начались торжества к 20-летию Конституции Украины. В Северодонецке представители исполкома городского совета, предприятия и общественные организации возложили цветы к памятникам известных украинских деятелей. Тарас Шевченко, поэт, художник, драматург, общественный и политический деятель, всю свою жизнь и творчество посвятил украинскому народу. Когда его деятельность ежегодно в преддверии Дня Конституции Украины, жители Северодонецка, а также представители городских властей, собираются возле памятника Тараса Шевченко, чтобы возложить к нему цветы. Пришли к нашему символу, поэту Шевченко, и возложить ему цветы, дать дань уважения ему. Як умру, то поховайте меня на могиле, среди степа широкого на Украине милей. Собрались здесь, возле памятника Тараса Григорьевича Шевченко, чтобы отметить праздник государственный, День Конституции. Еще раз напомнить о том, что это главный закон, что мы законопослушные граждане своего государства и обязаны выполнять этот закон и другие законы Украины в том числе. В честь 20-й годовщины Конституции Украины также были возложены цветы и к памятнику еще одного украинского деятеля, Ивана Франка. Дарья Расторгуева-Куценко, Илья Трофимов, Пудии. Это не вся информация, подготовленная нашими корреспондентами. Далее в выпуске. В незаконном луганском недогосударстве прекратили подачу воды. В Северодонецке нет ни одного пляжа, который бы соответствовал санитарным нормам. Рекомендации докторов, как избежать осложнений в жару. В незаконном луганском недогосударстве прекратили подачу воды. Чиновники-сепаратисты фейковой ЛНР решили открыть яхт-клуб. А самозванная администрация оккупированного Луганска взялась за владельцев торговых ларьков. Подробно об этом в нашем традиционном обзоре. Фейковой ЛНР прекратили водоснабжение. В оккупированных боевиками городах Луганской области серьезные проблемы с подачей воды. Об этом пишет информатор. Объясняют это оккупанты ремонтом на электросетях. Так, в оккупированном Алчевске с 21 по 28 июня ориентировочно водоснабжение города не будет осуществляться. 24, 27 и 30 июня по графику с 5 утра до 3 часов дня питьевую воду получат жители жилых домов центральной части города. А 25 и 28 июня с 3 часов дня питьевую воду может увидят жители восточной части города. В качестве альтернативных источников набора воды чиновники-сепаратисты предлагают местным жителям скважины, котельные и родники. Правда, в данных источниках вода является технической и применение ее для питья недопустимо. Это означает, что в ближайшее время стоит ожидать вспышки кишечных инфекций. Такая же ситуация в Краснодоне и Молодогвардейске. В поселке Красный Яр вода раньше подавалась всего один раз в неделю. Теперь и этого люди не получают. Кроме проблем с водоснабжением, там существуют перебои и с электричеством. Анонсированное боевиками на 22 июня окончание ремонтных работ на линии электропередачи «Шахты Победа», естественно, не состоялось. Теперь Краснодон, Стаханов, Ровеньки и Свердловск будут обесточены минимум до 27 июня. Аномально высокая температура воздуха и отсутствие воды изводят местное население. Боевики продолжают издеваться над людьми. Нет воды, электричества, медикаментов, зарплат и пенсий. Зато будет яхт-клуб. В Луганской псевдореспублике анонсировали создание яхт-клуба на базе Лутугинского водохранилища, расположенного неподалеку от оккупированного Луганска. Об этом пишет «Луганский радар». Организовать яхт-клуб здесь – самое ближайшее хорошее место, чтобы его могла посещать детвора из города Луганска и из Лутугина, рассказал о планах недопрезиденток называемой Федерации парусного спорта ЛНР Сергей Суслов. Также сепаратист пояснил, что такое решение объясняется тем, что в данной местности есть лес, то есть есть место для палаток, а также транспортного сообщения с Луганском. Не объяснил самозваный президент только то, где взять яхты и деньги на такой проект. Подобное развлечение устраивается для боевиков и их главарей. Простому населению оно просто не по карману. Люди давно уже не видят воду и свет в своих домах, забыли, как выглядят зарплаты, а оккупанты продолжают развлекаться. Самозванная администрация оккупированного Луганска отжила сети крупных магазинов, дома и бизнес-центры, а теперь перешла на ларьки. Чиновники-сепаратисты развешивают на вагончиках предпринимателей угрожающие объявления. Об этом пишет Луганский радар. Так, главари боевиков требуют убрать якобы незаконное сооружение земельных участков на квартале Мирном. При этом грозятся недопрокуратурой ЛНР. На отрезанном кусочке бумаги, видимо, у сепаратистов режим экономии, самозваные начальники пишут, что при проведении проверки земельных участков был выявлен факт использования земельного участка без разрешительных документов, то есть самозахвата. А земля, как оказалось, в собственности оккупантов. В случае отказа владельца добровольно отремонтировать ларек, в недоадминистрации угрожает разрушить его, а владельца при помощи псевдогенпрокуратуры отправить на подвал. Чиновники-самозванцы оказались недовольны тем, что люди не занесли в их кабинеты конверты с деньгами, а бизнес, по мнению сепаратистской власти, по-другому работать у них не может. Вот такая забота о местном населении со стороны оккупантов. Накануне Дня Конституции Украины в Лисичанске в зале городского совета, а в Белокуракино в районном Дворце культуры наградили тех, кто вносит вклад в развитие громад. Подготовили и праздничные концерты. Подробнее – далее в сюжете. В зале Лисичанского горсовета самых активных предпринимателей наградили почетными грамотами. С наступающим праздником их поздравил городской голова Лисичанска Сергей Шилин. Позвольте мне от имени Лисичанского горсовета исполнительного рентгенда и от себя лично поздравить вас с государственным праздником Днем Конституции Украины. Приятник Конституции Украины 20 лет назад, 28 июня 1996 года, стало знаменитым моментом в истории нашего государства и дало новый толчок к его дальнейшему развитию. В концертную программу включили народные песни. А в Белокуракино на Большом праздничном концерте в честь Дня Конституции Украины за усердие по благоустройству поселка почетными грамотами наградили группу рабочих. Уважаемые участники торжества, от имени депутатов районного совета поздравляю вас с праздником, с Днем Конституции. Желаю вам всем крепкого здоровья, семейного счастья и уверенности в завтрашнем дне. Пляжи Северодонецка не имеют санитарных паспортов, а люди купаются, не подозревая об опасности, которая их подстерегает в воде. Наш корреспондент разбирался с ситуацией. В Северодонецке нет ни одного пляжа, который бы соответствовал санитарным нормам. В городе введен запрет на купание. Несмотря на это, люди продолжают купаться на пляже Озеро Чистое. Сложным вопросом, который у нас есть сегодня, это конкретно те наши озера, зеркала, как мы их называем, которые не получили высновка нашего, в связи с тем, что они не готовы к тому, чтобы принимать наших людей. И я бы вас всех предостерегла от момента купания в этих озерах. По словам Риты Анатольевны, количество кишечных палочек в водоеме выше нормы. В связи с жаркой погодой инфекции развиваются очень быстро. Каждый пляж должен иметь санитарный паспорт. Но ни один пляж в черте Северодонецка его не получил. Сегодня к нам не обращались по поводу выдачи паспорта именно на зеркало, которое находится в городе Северодонецке. Орган Минской Рады Северодонецкой должен привести в соответствие. Потом может обратиться к нам, и мы можем уже, если это будет выполняться все нормы санитарного нагляда, значит, он может отримать этот паспорт. Поэтому купаться нежелательно. С вопросом, почему ни один городской пляж не получил санитарный паспорт, мы обратились в Северодонецкий горсовет. Отсутствие паспорта на пляж обосновывается тем, что места массового отдыха людей на водных объектах еще не приняты Северодонецким городским советом, так как они неблагоустроены должным образом. Предупреждения о запрете купания вывешены и на Парковом, и на чистом озерах. Добрый день. А вы знаете, что купаться нельзя? Врачи запрещают санопедимстанцию. Большое содержание палочек кишечных окружек. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На озере Чистое, невзирая на запрет, в воде находится большое количество людей, которые подвергают свое здоровье опасности. Ни одной таблички, предупреждающей о запрете купания на пляже, мы не обнаружили. Здесь есть хоть одно объявление, что купаться запрещено? Нет, кстати говоря, нет. Ни одного. Валентин Цычев, Роман Царевский, Падии. В Луганской области сохраняется жаркая погода. Это создает дополнительные трудности людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что рекомендуют врачи для предупреждения осложнений в жару, об этом в нашем следующем материале. В жаркие дни пациенты с заболеваниями сердца в особой группе риска. Геннадий в прошлом году перенес инфаркт. Когда из-за духоты подскочило давление, мужчина сам обратился в поликлинику. Теперь он на стационарном лечении в отделении кардиологии. За последнее время сюда поступает больше людей, которым стало плохо на даче или в общественном месте. В настоящее время, к сожалению, увеличилось число пациентов, которые доставляются с дачи, с каких-то садовых участков и просто из общественных мест, в связи с жаркой, душной погодой на улице. Многие наши пенсионеры любят работать на дачах, утверждают, что они работают мало и в малых количествах. Но, к сожалению, это не соответствует действительности. Люди работают много и в жаркое время суток, и приезжают с большим загаром. Вот пребывание на солнце – это тоже очень плохо, потому что идет сгущение крови. Об этом, как бы говорят многие доктора и уже, может быть, слышали об этом. Идет сгущение крови и получаются всякие тромботические осложнения, которые приводят и к инсультам, и к инфарктам, особенно люди пожилого возраста. Простые рекомендации избегать открытого солнца и большого скопления людей в жару особенно актуальны. Нужно следить за тем, чтобы ваша одежда хорошо дышала, была легко вентилируема, то есть была не из синтетических тканей, а лучше использовать хлопок или лен. Стараться выходить утром до 10 часов и вечером после 17 часов на открытый воздух, чтобы не было тепловых ударов, перегрева в организме. Не нужно впадать в крайности, не нужно постоянно находиться под кондиционером или в холодных помещениях, то есть охлаждать помещение до такой степени, что может послужить причиной возникновения острых респираторных заболеваний, потому что летом всё же иммунитет падает. Врачи говорят, что в жаркую погоду в кровеносных сосудах активнее образуются тромбы. Чтобы помочь организму, нужно пить больше обычной негазированной воды. А при появлении нарастающей боли в области сердца важно без промедления обращаться за медицинской помощью. Наталья Войнова, Александр Буряк, Падеи. И о погоде на 25 июня. Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия или столкнулись с социальной проблемой, звоните к нам в редакцию по телефону 050-328-86-44. На этом всё. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LOTLGUA и в новостях Радио Пульс. Хороших вам выходных и с наступающими праздниками! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова